Привет, друзья! Давайте посмотрим, как выглядит спортзал в Канаде. Сегодня воскресенье, народу должно быть немного. Надеюсь, что мне удастся заснять для вас, показать все, что есть в нашем спортзале рядом с домом. Пойдемте! Спортзал у нас в торговом центре, поэтому нужно спуститься вниз. Вот, собственно, так вот все это начинается. Эскалаторы, круговые дорожки. Женская, мужская часть, раздевалки в разные стороны. Вот, и, собственно говоря, мы пойдем посмотрим, что здесь есть. Сразу здесь такой небольшой бассейн, и в нем же есть как турецкая баня, да. Она общая для женщин, для мужчин, а сауны, они раздельные. То есть, в женской раздевалке женская сауна, и в мужской раздевалке мужская сауна. Кстати, вот я не показал, в начале вход у нас вот по такому электронному ключу, да, то есть нужно этот ключик прислонить, и, соответственно, уже там на экране высвечивается, какой у вас мембершип, что включено. Включены ли полотенца, включен ли солярий, и можете ли выходить в этот зал, да. Потому что какие-то мембершип, они во все залы, какие-то только в определенные, какие-то в премиум залы разрешают, какие-то не разрешают и так далее. То есть, все зависит от того, сколько вы платите. Ну, вот я сразу скажу, я плачу, получается, где-то 54 доллара в месяц. Это включает все залы, 54 канадских доллара в месяц, все залы по всей стране, и включает солярий, включает полотенце, то есть это полный пакет. Здесь зона для сквоши, корта для сквоши, видите, они включены тоже, то есть только приносите свои ракетки, приносите свои мечи и, соответственно, занимаетесь. Вот этот зал у нас 24 часа, да, то есть он у нас открыт и днем, и ночью, в любое время. Вот какие-то, кстати, тут лежат бумаги для записи, не знаю. В общем, здесь и турниры проходят, и просто так люди приходят заниматься. В раздевалках снимать нельзя, даже нельзя вообще пользоваться телефонами, то есть просто запрещено включать телефоны. Видите, здесь розетки хранят, весы, здесь шкафчики такие. И, ну, собственно, мы снимем, потому что людей мало, и надеюсь, что никто нам не замечает. Кстати, интересно, вокруг тренажерного зала идет вот такая библиотека. Беговая дорожка, да, то есть вот здесь можно бегать. Кстати, я многим друзьям рассказывал, что у нас есть такая штука ход-йога. Горячая йога в горячем помещении. Многие, оказывается, в России и в Украине не знают, что это. Вот, давайте я вам покажу, как выглядит эта студия, где занимается ход-йогой. Вот, здесь можно взять коврики, здесь все это есть. Их потом после себя нужно протереть аккуратненько. Такие спреи есть, чтобы коврики протереть. И вот такая студия для горячей йоги. Здесь всегда приглушенный свет. Включают музыку легкую. И, соответственно, ну, температура, не знаю, где-то, наверное, около 40 градусов. В 40 градусной температуре вы час занимаетесь, растягиваетесь гораздо лучше, чем на обычной йоге. Здесь тоже вот такие вот есть салфеточки, чтобы вы могли вытереть, если вам нужно, какую-то влагу в шкафчике, чтобы оставить обувь. Потому что в обуви заходить нельзя в студию. Такая разминочная зона. Здесь для пресса все, что необходимо. Машины для спины. Для, видите, такая экспресс-тренировка под номерами машины. То есть вы можете вот номер один, номер два, номер шесть. Типа, если вы занимаетесь 20 минут всего в день, то это вас приводит в тонус. Вот, все это подписано, расписано. На каждой машине указано, как упражнения делать. Такая разминочная зона в начале спортзала. Здесь вы можете выбрать себе персонального тренера, почитать его профайл. То есть, что он умеет, что он знает, на кого он учился. Даже вот по фотографиям выбрать. Пола, мужского, женского, с разным опытом. Но у них у всех, кстати говоря, разная цена за час. Все должны бежать в одном направлении, естественно. Вот, а здесь у нас уже силовая зона. Очень много различных тренажеров, штанг, гантелей. Вот, ну, людей уже так прилично занимается. Не знаю, получится ли много тут заснять. Чтобы было общее представление. Здесь у нас на икры, на ноги. Здесь такая зона ног. Ну, вот не могу сказать, что из недостатков, но интересно. Да, вот есть культура ставить банки со своими напитками на пол. И это повсеместно здесь. Я помню, в России это было совсем не принято. Всегда на какие-то скамейки, еще что-то, но никак не на пол ставили. Ну, здесь зона свободных весов, видите? Скамейки, да, для занятия на грудь. Такого рода скамейки тоже. Вот. Множество. И, конечно же, гантели, да. То есть, тоже здесь у нас все-все-все-все-все-все-все веса есть. Ну, и как же без зеркал? Все должны видеть, какие они красивые. Ну, и здесь вот такие поилки, да, в Канаде, вы знаете из моих других видео, воду мы пьем из-под крана. Здесь можно просто попить. Вот. А здесь набрать в бутылочку воду. Ну, тут, конечно же, фильтры есть, хотя они не нужны. Вот, смотрите, какие штуки, которые сделаны для того, чтобы вы после себя вытерли машину, да, вытерли тренажер. Ничего это не пахло. Вот, септика на высоком уровне. И, соответственно, каждый после себя убирает, вытирает. За этой дверью комната для занятий боксом, и там сейчас занимаются, поэтому снимать не будем. Комната для группового сайклинга. Вот, здесь можно с тренером заниматься, да, то есть, если здесь вот тренер на подиуме, а можно без тренера. Просто опускается экран, и, соответственно, группа занимается вот под музыку, в определенном темпе, на вот этих тренажерах для сайклинга. Это зона торфа, да, то есть, тут торф-зон называется. Для таких занятий тоже как будто бы на траве. Вот, здесь же на базе спортзала клиника спортивной медицины отделения, то есть, если у кого-то травмы какие-то, она здесь работает, по записи нужно приходить. И, ну, сегодня выходной, естественно, она закрыта, поэтому нечего особенно посмотреть. Здесь студия для групповых занятий, да, то есть, вот большой такой зал, там кто-то занимается, поэтому не очень хочу снимать. Ну, вот здесь вот есть график, в какие дни, в какое время, да, тут всякие занятия, группы на кардио, силовые, смешанные танцы, бодифлоу, зумбы, йога-фит. Вот, видите, тут new body, body step, body attack, body combat, чего только нет. Вот, ну, вот такой зал. Вот, хотя бы часть, может быть, сниму, где нет людей. Вот, вот таким образом это все выглядит. Вот, и здесь, кстати говоря, видите, там вывеска имя и RMT написано. Это массажи, значит, работает регистр массаж терапист. То есть, здесь прямо работает кабинет массажа. Здесь же на базе фитнес-центра детская зона есть, да, то есть, здесь вот занимаются с детьми, да, соответственно, у взрослых свои, там, групповые занятия, йоги и так далее. Здесь можно оставить ребенка и с ними тоже занимаются по графику, какие-то игры у них, еще что-то. Вот, сейчас у нас празднуют Пасху. Ну, вот тут видите-ка, это игра слов, хоппи-эстер. Вот, кстати, кто знает, что имеется в виду, напишите в комментариях, да, то есть, видимо, от слова хопп прыгать, то есть, не хэппи, а хоппи. Вот, истер. Тут есть пара таких массажных кресел, если вы хотите пройти небольшой курс массажа после тренировки, расслабиться здесь для ног, для шеи. Вот, кстати, неплохие и недешевые массажные кресла, совсем даже. И это тоже включено в стоимость. Так, ну, давайте померяем давление в конце тренировки. Оно, конечно, у меня будет повышенное, не пугайтесь. И сейчас все это надуется. Я должен буду молча сидеть, пока меряется давление. Вы посмотрите, что здесь написано про ваше здоровье. Ну, вот, видите, давление не низкое. Я в сауну не пойдем, но мы бы и так не пошли, потому что это неприлично снимать обнаженных людей. И даже несмотря на то, что сауна отдельная для мужчин, отдельная для женщин, в Канаде там никогда не снимают нижнее белье. То есть, в сауну ходят в купальном костюме или хотя бы заворачиваются в полотенце. То же самое касается джакузи. Никогда вы здесь не встретите, как в Европе, людей, женщин без лифчиков в общественных саунах или мужчин без трусов. В Северной Америке это не принято и в Канаде в целом. Ну, хватит мое давление снимать. Здесь вот у них кафешка такая, но она сейчас закрыта, потому что, видимо, выходной. А вот здесь получается солярии, четыре штуки и два лежачих и два вертикальных. Соответственно, два, чтобы стоя забирать. Сейчас все занято, популярно по весне. Таким образом все работает, включается, можно пользоваться. Вот, в общем, вот так выглядят эти солярии вертикальные. Вот еще вот дают такие, не очки, а как бы на глаза наклейки. Можно для защиты, их бесплатно дают. А очки стоят 3,90. Можно и очки еще купить. Вот, а вот такие горизонтальные, да, то есть в кровати солярии. Короче, совсем уж неприлично. Снимаем в душевых, снимаем в сауне, в парилке. Видите, сухая сауна. Вот, 74 градуса здесь. Так это выглядит. Печка электрическая. Термостат. Где-то здесь на потолке. Вот. Вот такая у нас сауна. И здесь же душевые кабинки. Да, то есть бесплатно шампунь, бесплатно мыло, душ, вода. Все есть. И крючки для полотенец. Постоянно на работу тренеров нанимают. Постоянно реклама, объявления. Они сами их готовят. Не так сложно сдать экзамен. Вот, нужно проштудировать материал. Там, сходить на какие-то занятия. И сдать уже, соответственно, лицензию тренера. Или вот фитнес-эдвайзер, да. То есть человек, который помогает разобраться с тем, какие программы нужны. И продает, собственно говоря, эти программы. Вот и прошло наше с вами занятие в фитнес-зале. Пора домой. У нас деревня, небольшой город совсем. Но фитнес-центр довольно большой. Обычно они немножечко меньше. Обычно они не проще. Да, все то же самое есть. Все те же самые солярии. Не везде есть бассейны, кое-где есть джакузи. Но групповые тренировки, тренажеры, персональные тренировки. Все это, собственно говоря, одно и то же. Во всех фитнес-центрах вы найдете. Ну, если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Постараюсь ответить на комментарии. Буду рад общению. Обязательно подпишитесь на канал, если вам интересны другие темы. Пока! Продолжение следует...